Пушкин. Сон Татьяны. Исполняет Гайваронский Даниил. Татьяна, по совету няни, сбираясь ночью выражить, тихонько приказала в бане на два прибора стола. Но стало страшно, говорит Татьяна. И я, при мысли о Светлане, мне стало страшно. Так и быть, с Татьяной нам не ворожать. Татьяна поясок шелковый сняла, разделась и в постель бегла. Над нею бьется лень, а под подушкой пуховой твичей зеркальце лежит. Утихло все. Татьяна сняла. Ясница, чудный сон Татьяне. Ясница, будто бы она, идет по снеговой поляне, Печальной мглой окружена. Сукровок снежных перед ней шумит, клубит волной своей Кипучий темный и седой поток, не скованный зимой. Две жердочки склеены льти, дрожащий гибельный мосток, Положенный через поток. И пред шумящей пучиной, недоумение полна, Остановилась она. Как на досадную разлуку, Татьяна ропщет на ручей, Не видит никого, кто руку с той стороны подал бы ей. Но вдруг сугроб зашевелился, и кто же с под него явился? Большой, взъерошенный медведь. Татьяна, ах, а он реветь, и лапу с острыми когтями ей протянул. Она, скрипясь, дрожащей ручкой оперлась, И поязвивыми шагами перебралась через ручей. Пошла, и что ж, медведь за ней! Она, взглянув назад, не смея, поспешно ускоряет шаг, Но от косматого лакея не может убежать никак. Дороги нет, пусты, стремнины, метели все занесены, Глубоко снег погружены. Опомнились. Глядит Татьяна, медведя нет, она в синях. За дверью крик и звон стакана, как на больших похоронах. Не видит тут никакой толку, глядит она тихонько в щелку. И что же видит? За столом сидят чудовища кругом. Один в рогах с собачьей мордой, Другой с петушьей головой, Здесь ведьма с костьей бородой, Тут остров чопорный и гордый, Там Карла с хвостиком, А вот полужуравль и полукот. Еще страшнее, еще чутьней, Вот рак верхом на пауке, Вот череп на гусиной шее Вертится в красном колбаке, Вот мельница в присядку пляшет, И крыльями трещит и машет, Лай, хохот, пенье, свист и хлоп, Людская молвь и конский топ. Но что подумала Татьяна, Когда узнала межности того, Кто мил и страшен ей, Героя нашего романа. Онегин за столом сидит И в дверь краткую глядит, Он знак подаст, и все хлопочут, Он бьет, все бьют и все кричат, Он засмеется, все хохочут, Нахмурит кровь, все молчат. Он там хозяин, это ясно, И Таня уж не так ужасна, И любопытная теперь Немного растворила бьет. Вдруг ветер, загашая огонь Светильников ночных, Смутилась шайка тмовых. Онегин взорами сверкая Из-за стола гримя встает, Все встают, он в гримя. Мое, сказал Евгений Грозно, И шайка вся закрылась, Друг осталась во тьме морозной. Гладая дева, с ним замдруг, Онегин тихо увлекает Татьяну в угол И слагает ее на шатку из камней, И клонит голову свою к ней на плечо. Вдруг Ольга входит, За ней Ленский свет блеснул, Онегин руку замахнул, И дико ночами бродит, И незванных гостей бронит. Татьяна чушевая лежит. Скоро громче, громче, Вдруг Евгений хватает длины нож И вмиг повержен Ленский. Страшно тени спустились, Нестерпимый крик раздался, Хижина шатнулась, И Даня в ужасе проснулась. Глядит, Уж в комнате светло, В окне сквозь мерзлое стекло За им багрянный луч играет. Дверь отворилась, Ольга к ней, Авроры северной аллей И легче ласточки улетает. Ну, говорит, Скажишь ты мне, Кого ты видела во сне? Но та, Сестри не замечая, В постели с книгой лежит, Савистом лист перебирает И ничего не говорит. Хоть не являла книга эта Ни сладких вымыслов поэта, Ни мудрых истин, Ни картин, Но ни Вергилий, Ни Россин, Ни Скот, Ни Байер, Ни Санеха, Ни даже дамских мод журнал Так никого не занимал. Кто был, друзья, Мартын Садека, Глава халдейских мудрецов, Гадатель, Долгователь снов.